Солнечная система содержит более миллиона объектов. От крошечных астероидов до газовых гигантов. Некоторые из них относительно хорошо исследованы, большинство же изучены в самых общих чертах. Множество объектов только предстоит открыть. Поговорим же об одном из самых холодных, тёмных и далёких мест Солнечной системы. Планетоиди Седна. Первый космический Прежде чем мы продолжим, хочу сообщить вам, что у нас есть телеграм-канал, на котором можно прочитать самые свежие и интересные новости из мира науки и космоса. Например, все мы помним приземления ровера «Персеверанс» на Марс. А запись посадки, звук и первые панорамные снимки вы первыми могли видеть в нашем телеграм-канале. Ещё там оперативно публикуются уведомления о выходе новых выпусков. Подписавшись, вы точно не пропустите новое видео. А теперь вернёмся к нашей теме. Конец двадцатого века ознаменовался прорывом в изучении дальних районов Солнечной системы. Начиная с 90-х годов прошлого века за орбитой Нептуна было открыто 3555 небесных тел. Большинство из них представляет собой не очень крупные тела, состоящие из водяного льда и замёрзших газов, таких как метан или азот. Транснептуновые объекты образуют условные области вокруг Солнца – пояс Койпера, рассеянный диск и, предположительно, облако Оорта. Пояс Койпера охватывает Солнечную систему широким кольцом на расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от центра. Он похож на пояс астероидов, только в 20 раз шире и до 200 раз массивнее. Пояс Койпера состоит преимущественно из обломков, оставшихся после формирования Солнечной системы. Однако в нём находятся также довольно крупные объекты, такие как Плутон, Харон, Хаумеа, Маки-Маки и другие планетоиды. Рассеянный диск – гораздо более размытый в границах объект. Его составляют объекты с прилеганием больше 35 астрономических единиц, имеющие вытянутые или сильно наклонённые к плоскости эклиптики орбиты. Большинство из них невелики и гравитационно нестабильны. Считается, что большая часть объектов рассеянного диска получила свои орбиты благодаря Нептуну, который словно гравитационная пушка выкидывал их из внутренних слоёв Солнечной системы. Крупнейшим космическим телом в этой области космоса является планетоид Эрида, о которой я уже рассказывал в одном из прошлых выпусков. Но существует и не менее интересный объект. Это небольшой планетоид под названием Седна. Эта карликовая планета была открыта 14 ноября 2003 года американскими астрономами Майклом Брауном, Чедвиком Трухилье и Дэвидом Рабиновичем. На момент открытия она считалась вторым по величине после Плутона, но вскоре утратила это звание. Её вытеснили Эрида, Хаомиа и Макимаки, отодвинув на пятое место среди известных транснептуновых объектов. Расчёт орбиты Седны показал, что она движется вокруг Солнца по очень вытянутой траектории. Её перигелий составляет 76 астрономических единиц, что в два с половиной раза превышает средний радиус орбита Нептуна. Афелий Седны находится на расстоянии 942 астрономических единиц от Солнца. Таким образом, этот планетоид является одним из самых дальних и, скорее всего, одним из самых холодных объектов нашей системы из обнаруженных. Именно поэтому один из первооткрывателей карликовой планеты Майкл Браун назвал её в честь эскимосской богини морских зверей. Седна делает полный оборот вокруг центра Солнечной системы примерно за 11,5 тысяч лет. В момент обнаружения расстояние от неё до Солнца составило 89,6 астрономической единицы. Это примерно в два раза дальше, чем Плутон. В настоящее время Седна приближается к Солнцу и достигнет перигелия примерно в 2076 году. Но даже в самой ближней точке орбиты с поверхности карликовой планеты невозможно будет увидеть диск Солнца. На небосводе Седны наше светило будет выглядеть как очень яркая звезда, но значительно ярче, чем наблюдаемая нами Луна. Диаметр Седны составляет около 1000 километров. Это всего лишь 40% от диаметра Плутона и немного меньше размера Харона. К сожалению, Седна не имеет спутников, поэтому её массу можно определить лишь приблизительно. По имеющимся оценкам она составляет от 1 до 10% от массы Луны. В абсолютных числах это будет от 8,3 на 10 в 20 степени до 7, на 10 в 21 степени килограммов. Существенно уточнить эти данные можно лишь с помощью специальной экспедиции. Период вращения Седны составляет около 10 часов, а ось вращения наклонена почти на 12 градусов к плоскости орбиты. Если же говорить про поверхность планетоида, то она отражает около 32% падающего на неё света и имеет ярко-красный цвет. Спектральный анализ показывает, что внешние слои карликовой планеты состоят преимущественно из водяного льда, а также замерзших газов, метана, этана и азота. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения на углеводороды привело к образованию талинов – органических полимеров, содержащих азот. Именно эти вещества и придают поверхности яркую окраску. В относительной близости к Солнцу Седна проведёт около 200 лет. За это время температура на её поверхности поднимется до 35,6 К, или минус 237,6 градуса по Цельсию. Это позволит части газов, покрывающих планетоид, испариться, образуя крайне разряжённую атмосферу. Однако, по самым оптимистичным оценкам, её плотность будет как минимум в 70 тысяч раз меньше земной. При удалении от Солнца температура довольно быстро упадёт до нескольких градусов выше абсолютного нуля. Выпадение на Седне метанового снега, как на Тритоне, Плутоне или Эриде, скорее всего, не происходит из-за низких температур. Несмотря на то, что с момента открытия Седны прошло уже почти 30 лет, она продолжает вызывать споры среди учёных. Один из них заключается в том, считать ли данный объект частью рассеянного диска или же его можно отнести к облаку Оорта. Облаком Оорта называется гипотетическая область Солнечной системы, лежащая за пределами рассеянного диска и простирающаяся примерно до 100 тысяч астрономических единиц от Солнца. Его границы сильно размыты. Эта часть Солнечной системы представляет собой сферическое облако, состоящее из огромного множества кометных ядер. Именно отсюда прилетают кометы с огромным периодом обращения, составляющим десятки тысяч лет. Внешние границы облака считается сфера Хилла, или сфера гравитационного воздействия Солнца. Её радиус равен примерно одному световому году. Орбита Седны настолько вытянутая, что во время своего пролёта сквозь Солнечную систему пересекает всю область рассеянного диска, приближаясь к внутренней границе облака Оорта. Некоторые учёные считают, что данный объект находится слишком далеко от основных планет Солнечной системы, и их гравитационное воздействие можно считать пренебрежимым малым. К тому же, согласно расчётам, Седна никогда не подходила достаточно близко к Нептуну, чтобы тот изменил её орбиту. По этим признакам, Седна гораздо ближе к объектам облака Оорта, хоть и большая часть её орбиты пролегает внутри рассеянного диска. В силу удалённости и малоизученности Седны существуют теории, требующие дальнейшего подтверждения. Так, моделирование процесса радиоактивного распада показывает возможности наличия жидкого океана внутри планетоида. Расчёты траектории движения нескольких транснептуновых объектов с вытянутыми орбитами, включая Седну, позволяют предположить существование неоткрытого массивного объекта за пределами пояса Койпера. В настоящее время ведётся сбор информации, которая поможет подтвердить или опровергнуть эти предположения. Несмотря на то, что Седна включена в программу исследований Солнечной системы НАСА, в ближайшие десятилетия к ней не приблизится ни один аппарат. Вероятно, когда расстояние между карликовой планетой и Землёй существенно сократится, этот вопрос будет решён. Хоть Седна и является очень далёким небесным телом, в Солнечной системе есть и гораздо более удалённые объекты. Так, объект 2018 AG37, известный также как Far Far Out, был обнаружен на расстоянии 132 астрономических единиц от Солнца и является самым дальним непосредственно наблюдаемым объектом Солнечной системы. При этом многие уже открытые небесные тела в своём движении по орбите могут удаляться от Солнца намного сильнее. Например, комета C-1992 J1, открытая в 1992 году Дэвидом Рабиновичем, имеет Офелий в 3650 астрономических единиц. Для такой орбиты период полного обращения должен составлять около 78 тысяч лет. Многие подобные кометы с вытянутой орбиты огромным периодом обращения ещё не обнаружены и ждут своих первооткрывателей. Кто знает, может быть и кому-то из вас удастся это сделать. Друзья, мы вкладываем много труда, чтобы сделать каждый ролик познавательным и интересным. Поэтому не жалейте кнопки на мышке, ведь ваши лайки очень помогают в развитии канала. И если бы вы хотели узнать о ещё каком-нибудь объекте в Солнечной системе, то обязательно напишите комментарий. А в промежутке между выпусками всегда можно почитать свежайшие космические новости в нашем телеграм-канале. И... услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok